Всем привет, я Даша. Это традиционно прочитанная за прошедший месяц. Напоминаю, что это было август 2021. Начал этот месяц Стивен Кинг и его книга «Мобильник». Я была не особо воодушевлена от этого чтения. Ну, сюжет здесь такой. Все те, кто имел при себе мобильный телефон, и говорившие по нему в какой-то момент, становятся какими-то другими людьми, и просто некими убийцами, очень смахивающими на зомби, которые всех вокруг убивают. Неважно, это твой родной ребенок или случайно проходящий незнакомец, этот человек его убьет. И, соответственно, сохраняют рассудок те, кто по каким-то причинам с собой телевым не взяли. Ну, знаете, это похоже на такой зомби-апокалипсис. Здесь кровь, мозги, убийства, смерти, отчаяние, отчаяние и все. У меня вообще сложилось впечатление, что я читаю описание какого-то мяса, один из жизни мясокомбината, сплошная мясорубка, убийство на убийстве, и убийством погоняет. Впоследствии, правда, кое-какая сюжетная линия стала прорисовываться все-таки, но для меня вот честно недостаточно интригующая и завораживающая. Далее прочитала «Верные враги» Ольги Громыко, или Громыко, и очень просто, что упрощение, если ошиблась, в ударении. Это юмористическое фэнтези. Со времен Белянина, а это значит, где-то с нулевых годов, я не читала юмористического фэнтези. И была приятно удивлена Ольга, юморит гораздо хлещем, моего любимого Андрея Белянина, о котором еще будет сегодня речь. И, в общем, речь идет о молодой женщине, которая, ну, слегка так оборотень, и она вместе с колдуном и другими вот такими вот людьми, не без способностей особых, отправляется в путь путешествия. Очень забавная вещь, которая периодически разбавляется не только шуточками, но и какими-то мудрыми мыслями. Действительно интересно отслеживать, что происходит с главными героями книги, и даже не с главными тоже. В общем, мне понравилось. Силен финал, он нетипичный, он не шаблонный для своего жанра. Я когда прочитала, прям в голос заорала. Это была интересная находка автора, такой финал сделать. Прямо очень интересно. Это, кстати, книга, часть цикла, аж 12-я. Я начала не с самого начала, что на меня, кстати, не похоже. Но я в восторге, и книга читается не... То есть я не ощутила какого-то ощущения, потери от того, что я не читала первые книги. Книга читалась просто как очень самодостаточная, независимая, отдельная. Если бы я не увидела случайно в Лафлибе, что это часть цикла, я бы в жизни не смекнула. Вот следующая книга меня вдохновила не очень. «У чумные псы» называется. Автор Ричард Адамс. В одной лаборатории изучают препараты на животных, от чего бедолаги страдают. И вот двое из них умудряются сбежать. Собственно, книга рассказывает о том, как они убежали, как пытались выжить на воле, и как остальные люди пытались их поймать. Читается, ну, такое себе, не очень увлекательно, но зато очень отручающе. Автор Ричард Адамс пытался читателя научить тому, что нельзя испытывать лекарства на животных. В общем, у этой палки на самом деле два конца. С одной точки зрения животных, да, жалко, а с другой стороны, вот одно такое животное убегает на волю, и годы изучения лекарства, которые могли бы спасти миллионы жизней людям, идут на смарку. И на самом деле, это можно было бы снять вообще многочасовой ролик о всех минусах и достоинствах вот этой вот ситуации, но то, что автор категорически говорит, что это очень и очень плохо, и это делается исключительно из ненависти животных, лишь бы над ними поиздеваться. Я не вижу в этом. Мне не кажется, это правильно, потому что ситуация непростая, мне кажется, нужно обговаривать все моменты. А тут получается, что все лаборатории исключительно источник дла, и не более того. Также мне не понравилось, что автор придерживается мифа о том, что собаки и кошки совершенно не способны дружить и находиться в теплых отношениях. Вообще, ну, как можно написать книгу о бедных собачках, которые переживают ряд непростых ситуаций, и при этом умудриться не вызвать слезы у читателя, ну, в моем лице, которому пальцем вот так покажу, и он сразу расплачется. Это надо умудриться. Для меня очень показательно, что автор не смог довести меня до слез. Ну, только в самом финале чуть-чуть, едва-едва, но это не считается. У Акуина я прочитала «Дорогу в Китиш». Это новинка, да. И я продолжаю немножечко печалиться по поводу автора и его пирая. Мы снова имеем дело с легким таким заимствованием. На этот раз Акуин вдохновлялся у Дюма. Речь о трех мушкетюров. Портос, Артос, Д'Артаньян, Рамис. И Милейди тут присутствует. Констанцию я не особо наблюдала, к сожалению. Лучше бы я Констанцию посмотрела, чем Милейди. В общем, XIX век и компания людей ратует за то, чтобы свергнуть царскую власть. И тогда сразу на земле воцарится мир. Все как по мановению, волшебной палочке. Станет в этой стране хорошо и замечательной. Люди перестанут платить налоги, перестанут умирать, болеть. И заживут счастливой жизни. Очень много пафосных речей, где я увидела маловато рассуждений и многовато попыток сказать что-то красивое. Мне было ощущение, что я читаю «Аристануэммию». То есть все это уже было, про все это автор уже писала. Ничего супернового я для себя тут не увидела. Книга о том, как несколько людей говорят о том, что Россия должна пойти по своему пути и должна свергнуть царскую власть. Я все это уже много раз читала Кунина. Он не изменил своим правилам. Я бы не сказала, что написал что-то новое. Если вы надеетесь здесь увидеть Китиш, как это обещает вам заголовок, то, увы, этот город здесь упоминается только в самом конце, на самом последней страничке. И то метафорично. Я не поставила этой книге 5 баллов. Итак, помните, я упоминала Андрей Бельянина. Я решила перечитать его «Митч без имени», который я читала в каком-то там нулевом году. И тогда просто, пожалуй, автор действительно юморит, просто как вот дышит. Книга посвящена его альтер-эго, то есть некто по имени Андрей попадает, в некий такой, скажем так, параллельный мир, где правит балом фэнтези. То есть там магия, замки, рыцари, вот это все, очень все красиво, очень все замечательно. В общем, в этом царстве-государстве правит тиран, и много уже отважных, достойных людей пытались его преодолеть, и ни у кого не вышло. И вот наш Андрей пытается совершить очередную попытку свергнуть его с трона. Вот. Очень такая смешливая книга. Я похихикала над ней и испытала массу положительных эмоций. Далее. «Женщина в черном» с Юзен Хилл. Это готический роман. Молодой мужчина, юрист по своим делам, не, не по своим, по делам своей фирмы, приезжает в такой небольшой городок, где определенная территория, славится, ну, уходит дурная слава о ней. И вот он все это осматривает, недоумевает на реакцию жителей на свой приезд, на упоминание вот того самого места. И такая вот, знаете, атмосфера такая. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И вы ждете, как девица, белится. «О, кошка! Ну где? Ну где? Ну где? Ну где?» И, ну да, под конец происходит, автор, видимо, готовится его читать на протяжении всей книги. И в конце происходит некое вот такое вот, ну, для меня недостаточно. Для меня это не было каким-то вот таким вот фивером, что «Ой, какой кошмар, что происходит, а что творится?» Нет, такого не было, такого и было «Хм!» Вот такая была реакция. Потом прочитала я книгу русского автора, вернее, из авторов, которые проживают ныне в Германии. Алик Бейсинов и Юлия Бейсинова. Называется «Эля дом». Это самый сад. Я вам оставлю ссылку, где можно почитать. И сначала я не была особо воодушевлена этим чтивом. Мне казалось, я сейчас почитаю что-то интересное, но не такое уж прям, чтобы выпрыгивала из юбки. Выпрыгнула! Еще как! У меня предварительно... Мое предварительное мнение было очень ошибочным. Потрясающая история. Женщина решается удочерить девочку из России с особенностями. Это очень особая девочка. И как раз таких обычно не удочеряются. И книга посвящена тому, какие препоны преодолевала эта отважная женщина, чтобы добиться своей цели. И гениальное произведение. Я отложила просто все свои дела для того, чтобы прочитать эту книгу. Это что-то совершенно потрясающее. И даже дело не только в том, в самой ситуации, что бедного несчастного ребенка и вот с таким трудом отдают женщине, которая способна обеспечить и материально, и с медицинской точки зрения помочь. Меня восхитила геройка. Ну вот, приемная мать. Она удивительная. У нее такое потрясающее мировоззрение. Даже в самой негативной ситуации она воспринимает как попытку Вселенной дать ей пинок, чтобы она полетела в правильном направлении. Она воспринимает все исключительно с положительного ключа. И даже когда находится в полном отчаянии, все равно извлекать из этого какой-то урок может находить в этом что-то для себя положительное. Это меня так поразило и так восхитило. Я вам рекомендую обязательно знакомиться с произведением, потому что это действительно что-то дивное. А какое уютное название Эля дома. Я была им буквально убаюкана. Вот. Это все, что я прочитала за этот месяц. Книг было немножечко, поэтому и видео получилось не слишком длинным.